Доброе время суток всем, кто смотрит мой канал. Вначале хотелось бы поблагодарить всех моих зрителей, всех моих новых подписчиков за подписки, за хорошие, интересные комментарии, которые вы пишете. Я читаю все комментарии, стараюсь по возможности отвечать на все комментарии. Спасибо всем за такие теплые слова, за такие комментарии. Действительно, такие комментарии, такие слова поддержки действительно подбадривают, поддерживают, на этим даже вдохновляют, скажем так, дают силы. Очень приятно, что твой труд ценится, что тебя ценят. И ваши подписки, лайки и комментарии, это свидетельство тому. И всем спасибо за вот такие подписки, за комментарии. И, кстати, очень интересные есть мои комментарии. Спасибо всем. Сегодня у меня очень интересная тема. Я давно хотел записать это видео, но, скажем так, удобного момента, наверное, свободного времени. Никак бы удавалось найти для этого видео, но сегодня я надеюсь записать это видео на эту тему, так как кроме меня на эту тему никто не говорит, особенно в Армении. Хотя многие даже понятия не имеют об этом, о чем я сейчас поговорю. Мне очень часто мои друзья, знакомые, те, которые меня знают, друзья моего круга, все время задают вопрос. У меня в Facebook и на моей страничке в Facebook есть фотография с моим очень хорошим товарищем, другом, с хорошим товарищем моим хорошим знакомым, с которым мы очень-таки в дружеских отношениях. Я участвую в Александре Лапшине, он известный плогер, путешественник, известный человек. Мы с ним в очень хороших, теплых, скажем так, дружеских отношениях, мы с ним знакомы. Куда бы я ни шел в Армении, все, с кем бы я не здоровался, там, те, кто меня знает, все, сейчас первый вопрос, я задаюсь вопрос, лапшин, лапшин, спрашивают мое мнение и так далее, там, подобное, какой он человек и так далее, так как сейчас в Армении, он, наверное, самая, наверное, обсуждаемая личность сейчас сегодня в Армении, у него, те, кто следят за, значит, новостями, за новостной лентой в Армении, те, наверное, знают, что это за тема, у него, скажем так, заочно такой конфликт начался с одним из армянских журналистов, скажу так, серьезный, конфликт, это сегодня первая тема в Армении, первая обсуждаемая тема, это лапшин, 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 потому что те, кто знают, о чем идет речь, это очень серьезная, наверное, серьезнейшая тема. Сегодня у всех на устах в Армении, лапшин, лапшин, все хотят узнать мое мнение, очень много там спрашивают, куда бы я ни шел, там спрашивают лапшин, так как у меня на моей страничке в фейсбуке есть фотография с лапшином, все время, куда бы я ни шел, так как очень много задают вопрос, я решил в начале моего видео ответить на эти вопросы, а уж потом перейти к основной теме. Вот мое мнение о Александре Лапшиневе, мы с ним когда в первый раз встретились, это был, наверное, 2019 год, мы с ним встретились, в центре Еревана посетили, очень-таки провели хорошее время, поговорили, по-моему, часов, наверное, полтора часа, два часа, может, больше мы с ним сидели в кафе возле оперы, это центр Еревана, возле Лебединого озера, есть такое понятие, Карапеллидин, это Лебединное озеро, центр Еревана, мы с ним долго сидели, обсуждали, разговаривали. Вот мое мнение, он очень хороший, интеллигентный, образованный человек, очень-таки знающий человек, я вообще люблю окружать себя, и стараюсь окружать себя людьми, у которых можно что-то такое новое узнать. Ясно, что он не человек из моей сферы, но Лапшинчик, который, наверное, объехал весь мир, действительно, вот такой человек, много чего можно узнать, хороший, образованный человек. Я, например, от Лапшина плохого не видел, я не знаю, когда мы с ним сидели в кафе, обсуждали, минимально говорили о Нагором Карабахе, в основном говорили об Израиле, Израиль Хамас, Израиль Хезболлау, рассказывал о внешней политике Израиля, рассказывал об годах, извините, просто шарко, в Альмении очень, рассказывал об его службе в Сахале, в армии обороны Израиля. Минимально говорили о Нагором Карабахе, о карабахском конфликте, рассказывал, как он сидел в тюрьме и так далее, и так далее, и так далее. Но, например, вот со мной никогда вообще ничего такого секретного еще никогда не обсуждал. Нормальный человек, обычный человек, очень интеллигентный человек, кстати. Поэтому вот мое мнение, так как меня очень часто спрашивают, кто-то говорит, почему ты не убираешь его фотографию с твоей странички в Facebook, так как, если те, кто знает, о чем идет речь, это очень серьезный, скажем так, это буря в стакане, во время целая буря поднялась, так как имя лапшина фигурирует в очень серьезном, в серьезном деле, в теме очень серьезное. Вот мое мнение. Я очень нормальный человек, никогда со мной, по крайней мере со мной, никогда ни о чем таком секретном не говорил, и все такое, я рассказывал. Мы с ним даже больше, скажем так, говорили об Израиле, об внешней политике Израиля, нежели обсуждали, значит, тему Нагорного Карабаха. Поэтому, в мое мнение, самый обычный, нормальный, хороший, интеллигентный человек. Ну, по-моему, вот мое мнение, вот человек просто не объективный. Единственное, что бы я сказал о лапшине, он просто не объективный. Вот как? Он со стороны не смотрит на вопрос. Единственное, что я скажу, вот мое мнение, он не объективный человек. Я люблю всегда быть объективным. Когда я говорю о чем-то, я всегда пытаюсь смотреть со стороны на вопрос. То есть быть беспристрастным и объективно смотреть на вещи лапшины. Вот у лапшины есть точка зрения, которая, скажем, для граждан Армении очень похвальная и так далее, и так далее, и так далее. Но все-таки он просто не объективный. Вот зая вот эту точку зрения, он не смотрит, например, на Карабахский конфликт объективно со стороны. Вот он занял вот такую сторону. Единственное, что я скажу, просто не объективный. Не объективный человек, вот и все. То есть его там заявление, просто не объективный. Кроме этого, ничего плохого о нем сказать, например, я не могу. Никогда он лишнего себя не позволял, никогда так... Я о чем секретно не говорил, я о чем-то такие серьезно, тем нет. Обычно он нормальный человек. Вот мое мнение об Александре Лапшине. Единственное, что я скажу, он просто не объективный человек. Вот он занял вот эту позицию, и все. Он смотрит только с этой точки зрения. А это не объективно. Если ты хочешь быть объективным человеком, блогером или... То ты должен со стороны смотреть. Вот, например, в моих видео, в моих эфирах, уверен, мои зрители, подписчики мои, он заметил, что я всегда объективен. Я всегда, когда говорю о какой-то теме, обсуждаю какую-то тему, я объективен. То есть... Я со стороны смотрю, несмотря на то, что, например, я гражданин Республики Армении. Но у меня есть принцип. Когда я выступаю как военный эксперт, я всегда подчеркиваю, что эксперт должен быть независимым. Да, Лапшине эксперт, он блогер. Но все равно, это не важно, ты эксперт или ты блогер. Если ты освещаешь что-то, если люди тебе верят, если люди тебя смотрят, то ты обязан дать объективную информацию, объективно освещать что-то, если ты что-то освещаешь. Вот мое мнение, хотя кто-то скажет, ну, странно, почему гражданин Республики Армении, это говорит, вот Лапшина, он занял проармянскую сторону, почему я не осуждаю и не приветствую. Я просто говорю, вот с моей точки зрения, если ты что-то делаешь, то должен быть объективным. Единственный минус у Лапшина, он просто не объективен, он занял вот эту позицию и все, он смотрит только с этой позиции. Наверное, это все, что я скажу о Лапшине. Кстати, я ему даже думаю ссылку на мою это видео отправить и посмотреть, что он скажет. Наверное, обидится даже, может быть, даже не поймет, почему я это говорю, осуждаю его за предвзятость, или так далее, это просто моя точка зрения, что публичный человек, будь то блогером, будь то экспертом, специалистом какой-то области, он должен быть объективным. Если ты смотришь на что-то, ты должен быть объективным. Ссылаться на цифры, а не, скажем, в эфире озвучивать твою личную точку зрения, которая зависит от каких-то таких-то факторов. Это все, что я о нем скажу. Ну, сейчас, что касается... Да, кстати, скоро запишу мое... Для меня, пока не для меня долгожданное видео, это история РВСН, история ракетных войск стратегического назначения. Я очень-очень много сил потратил, очень-очень-очень-очень куча архивных документов изучил, делал себе заметки и так далее, и там подобные записи, заметки. Несмотря на то, что я неплохо знал историю РВСН, ракетных войск стратегического назначения, историю немецкого ракетостроения, но когда я постепенно, значит, углубился в эту тему, столько нового узнал для себя, несмотря на то, что все это было для меня не новое, но все равно, столько исторических, очень интересных фактов. Например, уж поверите, на этих реальных событиях можно кучу фильмов снять, основываясь на реальных фактах, которые я буду освещать и рассказывать вам, которые нас, как голливудским кинематографистам, даже не снились. Очень-очень-очень много узнал, действительно, материал будет очень интересным, очень-таки интересные моменты, если бы истории, например, вот в истории Второй мировой войны, допустим, а ведь история ракетных войск, она такая, начинается в Германии, то есть начинается первое боевое применение, это Вторая мировая война, столько интересных фактов, столько нового узнаешь, и меня удивил тот факт, что история, мировая история, она неоднократно, значит, знаете ли, висела на волоске, то есть история могла быть далеко не... волосок оставался, чтобы история была не такой, как мы сейчас знаем эту историю. Очень-таки интересные моменты, есть очень-очень много, будет это очень информативное видео, вообще стараюсь моим зрителям, моим подписчикам быть максимально информативным, максимально давать интересную информацию. Сейчас по поводу сегодняшней моей темы. Сегодняшняя моя тема, это очень интересная тактика, которую применили вооруженные силы Азербайджанской республики, очень грамотно применили, очень грамотно. Это применение ложных целей. Мои постоянные зрители, мои подписчики, которые смотрели мое видео, как вооруженные силы Азербайджанской республики прорвали ПВО противовоздушно-оборонной республики Армения, то в этом видео я рассказывал о том, что как очень грамотно, очень интересно вооруженные силы Азербайджанской республики, о том, чтобы прорвать ПВО противовоздушно-оборонной республики Армения, вооруженные силы Армении, применяли ложные цели. Ложные цели. В виде, например, радиоуправляемых самолетов Антонов Ан-2, кукурузник, ну, я, так он более известен широким массам, переоборудовали для тех моих зрителей, которые не смотрели те мои видео. Вкратце лишь коснусь этой темы. Вооруженные силы Азербайджанской республики взяли имеющиеся в Азербайджанской республике, как и в других постсоветских республиках, странах, огромное количество есть, осталось таких старых самолетов, таких как Антонов Ан-2, кукурузник, которые изжили свой ресурс, лётный ресурс, моторесурс и так далее, там подобное. Ну, мягко говоря, для лётных, для полётов он уже малопригоден, весьма даже опасен, так как он уже свой ресурс исчерпал, потому что этим самолётам не один десяток лет. И вооруженные силы Азербайджанской республики очень интересно подошли к делу. Их переоборудовали, кстати, основной своими силами, хотя были израильские специалисты, турецкие специалисты, но основной своими силами переоборудовали их, переосновляя в радиоуправляемые самолёты-мишени. Их запускали, они без пилотов, там нет экипажа, это беспилотный самолёт фактически, радиоуправляемый. И его использовали специально для того, чтобы армянское ПВО, противовоздушная оборона Армении, военно-воздушные силы Армении, хотя в основном там работало ПВО, противовоздушная оборона Армении, работало по тем, то есть сбивало вот эти самолёты Антонова-2-кукурузник. Их посылали, они их поднимали в воздух, направляли в сторону Армении, Нагорного Карабаха, в сторону армянских позиций. Войска ПВО, противовоздушная оборона вооружённых силы республики Армения, обнаруживали и открывали по ним огонь и избивали их. При этом тратя, они летели на такой высоте, на которую ты мог его звить, только, скажем, либо ПЗРК, приносится, средний ракетный комплекс, либо, средний ракетный комплекс, ЗРК, или малая дальность, средний дальность, либо, либо, или, заиндопушечным вооружением, например, ЗУ-23-2, или, допустим, ЗСУ-23-4 «Щилка», или С-60 КГ-57 мл, из таких вот орудий, или из-за 100 М-55, скажем, 20 мл, трёхствольная, которая Армения купила у Сербии, вот такими заиндопушечным вооружением ты их спивать не мог, так как они специально для этого летели в высокой, специально на такой высоте, чтобы армянская страна применила заиндопушечные ракеты. Это заиндопушечные ракеты БЗРК, приносных заиндопушечных комплексов, и заиндопушечные ракеты заиндопушечных комплексов, таких как, например, 2К-12М4, Кубы М4, 2К-11 Круг, 9К-33М3, АСАКМ, заиндопушечные ракеты, 9М-33М3, и 9К-33М3, 3-31МКМ, ТОР-М2КМ. Армянская страна открывала огонь, тратила бесценные заиндопушечные ракеты, сбивала вот эти самолеты, как только армянские расчеты заиндопушечных комплексов тратили свои заиндопушечные ракеты, а для того, чтобы их перезарядить, во-первых, все склады вот этих приносных заиндопушечных ракет, они все-таки находились под огневым воздействием вооруженности Азербайджанской республики. Ракетные войска и артиллерия, то есть ракетные войска и артиллерия вооруженности Азербайджанской республики, артиллерийские расчеты, ракетные комплексы наносили точечные высокоточечные мышечные удары по этим складам, поэтому перезарядить, во-первых, это уже время, а само по себе ты заиндил ракетный комплекс, например, ДСК-331МК, М2К, и стратился заиндопушечным ракетом ДСК-331Д в армянской стране с литерой Д, стрельбой 15 км, должен вернуться, или хотя бы даже транспорт заезжающие машины ТСМ должны подойти, чтобы перезарядить, если транспорт заезжающие машины ТСМ истратил весь запас заиндопушечным ракетом вернуться на базу, или Испас должны привезти новые заиндопушечные ракеты. Но эти же базы, ангары, склады, они находились под обстрелом, обстрелились, уничтожались, поэтому все заиндопушечные ракеты ЗУР, на жунсе Армении, они были больше, чем на вес золота. Тем более, что даже если у тебя есть скрытный склад, который еще не обстрелян, ты можешь оттуда привезти новый комплект. Есть такой маленький нюанс. Например, у заиндопушечных ракетных комплексов ЗРК-331М КМ-2РМ-2К есть 8 заиндопушечных проблемах ракет ЗРК-331Д 8. Иногда по каждой цели запускаются 2. И хотя даже если в случае одна заиндопушечная ракета по одной цели, все равно после того, как 8 ты истратил, ты должен даже в том случае, если у транспортной машины или транспортно-заряжающей машины есть поликомплект новый, который может подвести и перезарядить. На этот перезаряд уходит время. Вооруженность Азербайджанской республики видели, что заиндоракетный комплекс армянский истратил все заиндоракеты и знали, что даже если где-то есть ТЗМ вскрытый где-то там, он все равно пока перезарядит уходит время. Вот на это время, за это время подлетали разведывательные ударные бесплотательные аппараты, бесплотательные аппараты камикадзе, вооружирующие боеприпасы, штурмовые авиации оборуженности Азербайджанской республики, такие как Сухой Су-25 Карачи Дели Т-8 подкатикат на туфрок вот эти штурмовики подлетали и тот же же уничтожали. Вот это дало такое стратегическое преимущество. Кроме того, вот мне кажется, армянская страна, она позаимствовала Сиапский опыт. Все знаете, что войны в Югославии, Сиапские расчеты ПВО, они смудрились нанести очень мощный удар, дали очень мощный ответ военно-воздушным силам. войск НАТО. Были сбиты много истребителей натовских и так далее и тому подобное. В том числе и легендарный лохий F-171 и NatFox Stealth. Легендарный штурмовый самолет по технологии Stealth тоже был сбит. У сербов был такой большой опыт. сербы, так как НАТО и Соединенные Штаты Америки прекрасно владели методами, тактиками, стратегией прорыва ПВО противовоздушной обороны, сербы придумали новую тактику, которая до них, пока ранее в боевых действиях не применялась всем. Штатно как? Заинтерракетный комплекс стоит на боевом дежурстве со включенными радиоакционными станциями? Если так будет на боевом тежурстве со всеми включенными радиоакционными станциями, например, США и НАТО, Война Воздушной Силы Соединенных Штатов Америки и НАТО запросто обнаружили и уничтожили. Есть комплекс по теме радиотехнической разведки, они обнаруживают по радиоакционным излучениям этот зенитеракетный комплекс, тем более, что зенитеракетный комплекс со включенными соцстанциями обнаружения целей, своя радиоакционная станция, все вражеские истребители обучает. На каждом истребителе стоит радарборный ресивер, то есть система предупреждения о радиоакционном обучении. Каждый истребитель знает, где этот зенитеракетный комплекс вражеский находится. Отдельно я в самое время сделаю новое видео, где я буду именно рассказывать о том, как СССР применяют, какую таксику применяют, как прорвать противовоздушную оборону. С учетом всего вот этого, с учетом самолетов радиоэлектронной борьбы, радиоакционных ракет, истребителей, все таки прочее, оставив минимальный за кратчайшее время НАТО наносило удар, уничтожило ракетный комплекс СССРК. Все применяли новую тактику. Новая тактика называется тактика из засад. Где-то там в лесу или под кустами замаскированно, повторяю, находится с выключенными радиоакционными станциями, радиостанцией, это ультрапроткованная радиостанция, выключенный заинтеракетный комплекс. режиме радиоумолчания. На каждой боевой машине транспорта установлена на каждой самоходной пусковой установки или самоходной огневой установки, которая запускает санитурные ракеты на машинах с радиоакционной станцией, допустим, допустим, ракетный комплекс 2К-12 куб. Вот там есть огневые установки 2П-25, если я не ошибаюсь, пусковые установки, вот эти есть 1171 соцстанция обнаживания целей, которая имеет две радиоакционные станции, одна обнаживает, другая подсвечивается и наводится недополимой ракетой на цель. На всех этих боевых машинах есть радиостанция, которая тоже по своему радио звучит обнаживается. Эта радиостанция работает в двух режимах, в пассивном и в активном. То есть в режиме радиопередачи и приема сервера выключали радиопередачу, который излучает радиоизлучение и обнаружив, а работали только в режиме радиомолчания. То есть серверы могли только услышать, применять и принимать сигналы, радиосигналы, но в таком режиме они не выдаются в моем местонахождении. Это делается для того, чтобы сербские расчеты знали, скажем, получая внешние целеуказания от разных источников, знали по азимуту приблизительно по высоте какая цель летит, чтобы они получали внешние целеуказания, так как когда радио акционистанция выключена, ты не знаешь, когда вражеский истребитель к тебе подлетит. Но когда твоя радиостанция работает только в режиме радиоприема, она ничего не излучает, она только слушает. Но слушая, она знает, откуда вражеский истребитель подлетает и уже принимает меры. это сама не выдает свое местонахождение. И так вот эта тактика действительно принесла огромный успех в Сербии и войска США, Соединенные Штаты Америки, военно-воздушные силы Соединенные Штаты Америки, военно-воздушные силы стран Блока НАТО понесли огромный потерь именно благодаря этой тактике. Эту тактику армянская страна тоже применяла. Были взаимные ракетные комплексы, допустим, 9К-331МКМ-2КМ, который где-то там в режиме радиомолчания находился, вот так, как сербы, ничего не изделало. В некоторых случаях даже скрытно очень ночью примещался с увеличиванием фарм и так далее, 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 чтобы выявить вот такие скрытные позиции. Вот в ВАЗР поднимали вот это Антона ВАН-2Кукурузник, который летел, армянские ПВОшники получали внешние целеуказания, знали, вот летит вражеский самолет. Быстро выходили из укрытия, открывали огонь, сбивали вот это Антона ВАН-2Кукурузник и возвращались в Союзовую позицию. Когда вот это происходило, ВАЗР быстро обнаруживали, откуда произошел пуск. То есть армянская страна из-за своего пуска она очень быстро обнаруживает себя. Таким образом заставляли вооружение всей Азербайджанской республики выявляли, заставляли выдавать, демаскировать, демаскировать и выдавать свое местонахождение армянским ПВОшникам. Обнаруживали армянский сельдеракетный комплекс, сельдеракетный и быстро наносили ответный удар и уничтожали. Вот так применили воздушные ложные цели. Но такие цели были применены не только в качестве воздушных целей для проропового противника, были неназемные цели. Я, конечно, извиняюсь, я сейчас воды выпью. Извините, с колонной проблемой пришлось ваты выпить. Я монтажной вот этим программой не пользуюсь, потому что я всегда хочу для своих зрителей и подписчиков быть максимально прозрачным. Я вот этим как и другие блогеры пользуюсь, замонтажные какие-то программы, все так и поча, монтирую свое видео, ничего не монтирую, я всегда стараюсь быть максимально прозрачным, и у меня такие ситуации случаются. Скоро что-то попало, пришлось воду выпить, так что извините, отлучилось. Были применены не только воздушные ложные цели, но и наземные ложные цели. Во всем по порядку. Армянских расчетов были мощные прознаки вооружения. Например, прекрасный прознак аргентного комплекса 9К129, Корнет-Э. И, возможно, его более мощная дальнобойная модификация Корнет-Э-М или Корнет-Т-М. Те, у которых дальность стрельбы по бронированным целям 8000 метров, по неподвижным фортификационным сооружениям 10 тысяч метров. Насчет второго я точно не знаю, Корнет-Э-М, Корнет-Э-М есть или нет во времени, но Корнет- 9К129, Корнет-Э уж точно есть. Дальность 5500 метров. Вот это уже само по себе представляет весьма большую опасность для вооруженных связей азербайджанской исполики. Я не говорю, что этим можно было остановить танковое наступление вооруженных связей азербайджанской исполики, но создать очень большие парапюl не было возможно. И вооруженный связь азербайджанс M пошли на очень интересную хитрость. Очень интересную тактику. Взяли надувные резиновые макеты надувные резиновые танки. Надувные. По сути, он напоминает шарик, мячик или что-то там, надувной резиновый танк. Он надувной. Его два человека запросто перемещают, вставляют на позицию, включают специальный насос, он надувается. И в инфракрасном типовизионном визуальном диапазоне, видимом диапазоне, он реально имитирует реальный основной боевой танк. И заставляет танковое подразделение противника, ствольную артиллерию, реактивную артиллерию противника, огневую мощь противника, заставляет концентрировать именно на них. Плюс вооруженности Азербайджанской республики пошли на еще одну уникальную хитрость. Поставили рядом с этим основным боевым танком уголковый отражатель. Он рядом буквально выставляли уголковый отражатель. Делать это для того, чтобы в радиолокационном диапазоне тоже имитировать основной боевой танк. В разведке Армении есть несколько видов разведки. Есть визуальная разведка, когда с помощью турборазведчика ТР-4 или ТР-8, турборазведчика, армянский военнослужащий из окопа, визуально, напрямую, видит или с помощью пинокля, допустим, видит, визуально обнаруживает наземные цели противника. Есть радиолокационная разведка, такие как, например, радиолокационная станция разведки Снар-10 Леопард. Допустим, есть другие, например, Кредо-11, возможно, может быть. Вот такие вот здесь радиолокационные системы есть, которые производят наземные сканирования и обнаруживают по радиолокационному излучению, в радиолокационном диапазоне, вот эти сухопутные цели. Есть тепловизионная инфракрасная, тепловизионная разведка. Такая разведка есть как благодаря бесплатно-татильным аппаратам, визуальный инфракрасный тепловизионный, так и наземные есть приборы специальные, которые в тепловизионном диапазоне обнаруживают по тепловому излучению цель. Для того, чтобы гарантированно во всех диапазонах дезориентировать армянскую разведку, армянскую, армейскую передовую разведку, ржунные силы Азербайджанской республики во всех диапазонах имитировали реальный основной боевой танк. Этот надувной макет с дальности 200 метров, он уже особенно, когда его кустами, листьями как-то маскируешь, он уже неотличим, на то есть 200 метров, невооружен взглядом. В тепловизионном инфракрасном диапазоне сам по себе вот эти надувные танки, они из специального, называется металлическая, металлизированная или металлическая ткань. Она ткань из металла, но она так называется. Это специальная ткань, которая почти не пропускает воздух, минимально пропускает воздух. И она не пропускает им инфракрасное излучение. То есть она, благодаря этому материалу, имитирует в тепловизионном инфракрасном диапазоне реальный основной боевой танк. Плюс по бортам стоят две грелки. Я сказал, что насос работает, насос его надувает. И насос периодически он должен, пускай, после того, как резиновый основной боевой танк надулся, насос в минимальном режиме, он должен немного еще работать, потому что как бы ткань не была, воздух они проницаем, воздух они не проницаем.